С населением в более чем полтора миллиарда жителей, Северо-Азиатский Тихоокеанский дивизион сталкивается с наибольшими миссионерскими трудностями в мире. Это наиболее заселенная территория среди церкви адвентистов седьмого дня, в которой находятся наибольшие города мира. В таких мегаполисах, как Токио, Сеул, Шанхай, Пекин, живут миллионы людей, которых еще не коснулось Слово Божье. Приобретение людей для Бога в этих огромных городах является сложным заданием, а работать на таких территориях, как Северная Корея, еще труднее. Несмотря на эти сложности, члены церкви адвентистов седьмого дня предлагают все усилия, чтобы распространять свет Иисуса среди жителей этой местности. Южная Корея – быстрорастущая страна в Северо-Азиатском Тихоокеанском регионе. Вместе с ростом количества населения растут и потребности людей. Адвентистская церковь Южной Кореи приняла решение открытия городских центров влияния для достижения все большего количества людей с разных вероисповеданий, социальных классов, а также возрастных групп. Одна церковная община решила наладить контакты с пожилыми людьми в своем городе. Пожилые люди составляют большую часть населения в этой местности, и члены церкви хотят выразить им свое уважение и заботу. Адвентисты всегда находятся в поисках новых подходов, взаимодействуя с их обществом. Они предоставляют медицинские услуги и устраивают такие мероприятия, как пикники, музыкальные выступления, спортивные, а также кулинарные классы. Один из их крупнейших проектов – ремонт домов. Они находят людей, чьи дома нуждаются в ремонте, и делают всю работу бесплатно. Благодаря творческому подходу к таким людям, эта группа смогла поделиться вестью об Иисусе сотнями, если не тысячами людей во всем городе. Всего в нескольких часах езды от Сеула находится город Сиджон, который в ближайшее время станет новым центром корейского правительства. Многие правительственные органы переместились сюда, а другие планируют переехать сюда в течение следующих нескольких лет. В связи со строительством, происходящим круглый год, этот город растет непомерными темпами. Около года назад в городе Сиджон была создана адвентистская община. Участники встречаются в помещениях бизнес-центра. За последние 12 месяцев число членов церкви увеличилось более чем в два раза. Члены церкви уверены, что Бог благословляет их служение. Ши Юн Пом был пастором церкви в прошлом году, а недавно поставлен на другое служение в церковном управлении. Он много узнал о потребностях и проблемах, с которыми встречаются жители города Сиджон, и поделился этими знаниями и опытом с новым пастором. В настоящее время церковь расположена в таком месте, где ее трудно найти новым посетителям, а также ее планировка не соответствует их нуждам. Члены церкви в Сиджоне хотят построить миссионерский центр, чтобы подружиться с жителями города и служить им в этой местности. Сегодня члены Корейско-Адвентистской церкви становятся все старше и старше. Но в этом городе очень много молодых людей, поэтому на нас возложена большая миссия – распространять Слово Божие для молодежи этого города. В этом здании у нас будет множество классов, которых мы сможем многому научить жителей нашего города. Например, мы сможем научить их английскому языку, поделиться вестью о здоровье, а также позаботиться об их детях. Создание такого миссионерского центра – непростая задача. Стоимость земли и строительства чрезвычайно высока. Чтобы воплотить эту мечту в реальность, члены церкви пожертвовали много денег. И каждый пастор в этой конференции пожертвовал свою месячную зарплату, чтобы сделать свой вклад в это служение. Они с нетерпением ждут того дня, когда смогут использовать новое здание для выстроения отношений с местными жителями. Если бы не наша церковь в этой местности, то у многих людей не было бы возможности узнать нашу церковь и нашего Бога. Чтобы поделиться истиной о Евангелии, мы должны общаться с окружающими нас людьми. Я надеюсь, что новое здание станет центром поклонения Богу членами нашей Адвентийской Церкви. Но в то же время я надеюсь, что здание станет центром служения людям нашего города, которые смогут прийти сюда и найти покой в Боге, а также они смогут принять участие в различных кружках в этом здании. Пожалуйста, молитесь за верных членов Церкви Божьей, которые служат в городе Сиджон. Молитесь, чтобы Бог благословил их силой и пониманием того, как они могут послужить жителям этой местности. Спасибо, что поддерживаете миссионерскую деятельность.